Триколор на лице и в руках. Всего пара минут до начала матча. Прогнозы, надежды и непреодолимое волнение за наших ребят. Вся страна прильнула голубым экраном. Мы уже всю ночь сидим. Уже третий матч, получается, будем смотреть. Я второй. Третий матч уже ждем. Ну, конечно, болеем за Россию. Россия победит. Но, блин, все-таки какое-то опасение есть, что нервишки потребляют нам сегодня. Молодой человек как в воду глядел. В первом тайме обе команды осторожничали. Игра «Тяни, толкай», – так выразился комментатор. Но это не помешало Корее привернуть пару опасных маневров. Рикошет чуть было не стал ключом к нашим воротам. Обошлось. Со счетом 0-0 начался второй тайм. И, как оказалось, это не самый плохой результат. Игра довольно тяжелая, потому что отсутствует наш Широков, который является мозгом команды. Но будем надеяться, что додавим. Можно додавить. Главное – использовать свои моменты. Хотя игра не важнецкая, но надеемся, конечно, до последнего, до финального свистка, что забьют и победят. Сердце не болит? Болит, конечно. Кардиостимулятор купил. Без юмора, да и признаться, без крепкого словца не обошлось. Особенно на 68-й минуте, когда Али Кэнхо открыл счет в матче. Эмоции зашкаливали, началась нервная игра. Не перегнать, догнать хотя бы. И вот уже через 6 минут в едином порыве болельщики взорвались. 1-1. С таким счетом закончился этот матч. Тяжелейшая игра, говорят комментаторы. Все на исходе, нервы тоже. А сколько было разбужено соседей во время пропущенного гола, а главное – во время забитого, остается только догадываться. Но как бы там ни было, Россия – вперед! Елена Краснопеева, Вячеслав Сердюченко. Новости дня.